Приветствую вас, Екатерина, я думаю, что основной вопрос не в том, вернется ли мужчина к вам, и как его возвращать, нужно ли его возвращать. Основной вопрос заключается в том, по какой причине вам без него плохо. Основной вопрос заключается в том, что он первый, кто для вас делал столько и только. Я полагаю, что вот именно вся причина переживаний в том, что вы в этом всем нуждаетесь. И без этого вы чувствуете себя плохо. Я полагаю, что вот именно с этим аспектом нужно разбираться, с тем, почему вы чувствуете себя плохо, с тем, откуда такая потребность его вернуть, понимаете? И мужчина, ведь он совершенно не просто так к вам перегорел. Мужчина, он перегорел к вам, потому что перестал чувствовать с вами себя мужчиной. Мужчина обращает внимание на других девушек, потому что они для него более привлекательны, чем вы. И дело здесь не в том, что вы как-то себя ведете плохо, а дело здесь в том, что вы ведете себя неуважительно по отношению к себе же. Понимаете, в чем дело? И это вас обесценивает. Так что, обратите свое внимание именно на то, в чем вы нуждаетесь. Вот, если молодой человек действительно перегорел, то чувство у него не вернулся. Как бы, как бы вы не старались, вот, то есть, если он действительно перегорел, да, то есть, у него была влюбленность, например, вот, и она прошла, то здесь вы ничего не сделаете. Совершенно очевидно, что дело здесь не в вас, а дело в нем. Но вы, в силу своих потребностей, в силу того, что у вас нет четко простроенных личных границ при взаимодействии с людьми, восприняли его поведение на свой счет. Что мне представляется, опять же, признаком, скорее, вашей проблематики, нежели чем проблематики молодого человека. То есть, это вы восприняли на свой счет его поведение по отношению к вам. Почему? Почему? Потому что на этом завязана ваша потребность, ваша нужда. То, чего вы, грубо говоря, для себя хотели бы. И одновременно то, что делает вас несвободной по отношению к мужчине. Дальше, значит, так, мы встречались полгода, общались до этого еще пару месяцев. Вначале я сама не хотел встречаться, чтобы не страдать в случае чего. Ну вот, смотрите, Екатерина, здесь вы как бы, как бы, получается, боитесь боли. То есть, отношение для вас суть страдания, да? Вот. Но это ведь не страша, что отношение для вас суть страдания. То есть, боль означает развитие. Вот. И в отношения вам нужно вступать, да? Ну, если вы хотите этого, если вам хочется отношений, да, допустим. Вот. В отношения вам нужно вступать с молодым человеком, да, с мужчиной. Вот. В любом случае, так или иначе, это риск. Без рисковых отношений, отношений без риска не бывает. Вот. Это нормально. Поэтому мне кажется, что здесь, опять же, ну, есть ваша субъективная окраска, скажем так. То есть, когда-то, когда-то в отношениях вы, по-видимому, испытали серьезный негатив, да? Я имею в виду, что, ну, вам было, может быть, больно, возможно, вам было очень тяжело, возможно, вам было неприятно. Вот. И соответственно, соответственно, значит, вы теперь боитесь повторения данных аспектов. Вот. Вы боитесь того что-то повторить. И я полагаю, что свой страх, свой страх, вы проектируете на, вот, как раз, значит, своего мужчину. Ну, на мужчину вообще, да? Вот. То есть, тут нужно разбираться именно с тем, что для вас, в чем для вас проблема, да? То есть, почему вы, обязательно, будете страдать. Вот. Он, наоборот, довелся, все делал для меня. Вы пишите, я начала привязываться. То есть, смотрите, привязываться начала, да? То есть, что значит начала привязываться? Что это означает? Это ведь не просто так, да? Если вы начали привязываться, значит, значит, это находило отклик у вас в, значит, ну, в вашей потребностной сфере, опять-таки, вот. И, соответственно, раз это находило отклик в вашей потребностной сфере, то получается, что это то, в чем вы нуждаетесь, ну, нуждаетесь, или нуждаетесь, или нуждались. Вот. И, соответственно, это тоже нужно исследовать. Так, вот вы пишите, что у меня никогда не было такого, чтобы мужчина столько делал для меня. То есть, вот, определите, что для вас это значит. Какое значение для вас это имеет? То есть, как вы себя почувствовали в этот момент? Вот. Понимаете? Вот это важно. Это очень важно. Для вас. для того, чтобы вы лучше понимали, что происходит. Понятно, да? О чем идет речь? О чем идет речь? А, все было, все было хорошо, папа, мы проводили почти каждый день вместе. Ну, я бы не сказал, что, я бы не сказал, что проведение каждого дня вместе, да, есть что-то, что-то хорошее. То есть, это скорее говорит о том, что вы можете, например, там, друг другу надоесться, да, то есть, вот, ну, никакой личной свободы. А, нет, допустим, здесь, ну, знаете, то есть, это, ну, это неприятно, может быть, для мужчин. Вот. Мужчина может воспринять данный аспект, как, ну, угрозу своим свободам. Свободам, своему пространству. Личному. Так, и за пару недель до разрыва начало происходить что-то странное, у него появились какие-то непонятные мысли о том, что он чувствует себя мальчиком на побегучках. Это, возможно, связано с тем, как он себя чувствовал. Ну, вот, именно, именно с вами, как он себя ощущал с вами. То есть, это может быть связано именно с тем, как ему виделись ваши отношения. То есть, отношения виделись ему, видимо, как что-то, ну, что-то несвободное. Ну, вот, что-то надоешь, ну, всё-таки. Полгода, да, это немало. Вот. То есть, тут ситуация вот такая, такого рода. То есть, это очень важный момент на самом деле. Для вас. Для вас. Для вас важный момент. Так. Дальше идём. Так, он начинает думать о других девушках, что ему не достаёт, значит, заботы и ласки. Ну, здесь, понимаете, скорее ему не доставала свобода. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не могу знать, что именно ему не доставало, но по общему правилу, значит, я могу сказать, что, как правило, люди сталкиваются именно с трудностями, с трудностями именно в том, да, что не реализуются, вот, какие-то их собственные желания, вот, в отношении, да, то есть они перестают чувствовать себя свободными. Вот. Ну, как правило, это происходит, как правило, происходит, так, как правило, значит, всё дело в этом. Вот. Бывает, конечно, по-другому, вот, бывает, бывает, по-другому, да, вот, но надо всё в этом делать. А он просто, как бы, ну, оправдывается. Этот разговор чуть не довёл до разрыва, я его успокоил и сказал, чтобы работать над собой. Ну, здесь, на самом деле, очень интересный момент. То есть вы говорите о том, что собираетесь переработать над собой, да, вот, но при этом получается так же, что вы как будто выставляете себя в этой истории виноватой. Хотя, если честно, не совсем понятно, в чём именно вы можете быть виноваты. То есть почему вы сразу восприняли на свой счёт, вот, ну, то, что произошло? Почему на свой счёт сразу восприняли? То есть мужчина, да, он вам сказал, что, ну, там, я думаю, о других девушках, то есть сказал, в принципе, достаточно честно, за что ему плюс, потому что не каждый, значит, человек может так сказать. Вот, он с вами чистит, вот. Вы, вместо того, чтобы, значит, принять это и сказать, ну, хорошо, может быть, тебе, там, нужна, например, пауза, да, тогда мы, как бы, ну, побудем в порознь. Вот, может быть, я, там, слишком, слишком, эээ, сильно, эээм, давлю на тебя, да, по-попокою, вот, вместо того, чтобы сказать, это вы, соответственно, обещаете поработать над собой. Чем ещё больше обесцениваете себя в глазах мужчины, потому что он видит, что вы, эээм, ну, поддаётесь на его, эээм, значит, требования. Вот. Что не является, эээ, чем-то, хорошим и конструктивным. Эээ, также, непонятно, эээ, что вы имеете в виду, говоря, что, эээ, этот разговор, эээ, чуть не, эээ, чуть не довёл до разрыва. То есть, ваши отношения, они настолько непрочные, что их легко, эээ, ну, разрушить, их легко, эээ, разорвать. Вот. Знаете, какая история? То есть, тут вот, эээ, обязательно нужно, эээ, вот этот момент проанализировать, потому что он важен. Это, эээ, такой аспект. Следующий аспект. Что значит, не довёл до разрыва? То есть, понимаете, эээ, разрыв не может быть, ээээ, как бы, эээ, ну, из-эээ, одного человека. То есть, разрыв может быть, ээээ, из-эээ, из-эээ, из-эээ нескольких человек. То есть, без одного, без двух людей разрыва не будет. Вот. Вот. И здесь, конечно, очень интересна ваша позиция по данному вопросу. Вот. Что она означает? Ээээ, что вы подразумеваете под, ээээ, ну, вот, тем, что, ээээ, тем, что, чуть-чуть не дошло до разрыва. Эээ, вот, и, конечно, это, конечно, очень интересно. Дальше, ээээ, так, эээ, значит, я поработаю над собой. То есть, вы должны меняться. Ээээ, ну, эээ, как правило, как правило, а людей, ээээ, в отношениях, ээээ, принимают такими, как они есть. Вот. То есть, меняться, эээ, людям, да, меняться не нужно. Ээээ, а вы ему, ээээ, сказали, вот, ну, тем, что, ээээ, пообещали, да, работать над собой, да, вы ему, по сути, эээээ, вручили Cut Blush. То есть, ээээ, я могу делать всё, что ты хочешь, да, а ты всё равно будешь работать над собой, да, то есть, эээээ, ничего, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вопрос. Вы-то где ваша эта ситуация? Дальше. Так, неделя последовательства была отличной, практически живут у меня. В один день мне рассказал, что начала переписываться с девочкой, которая видела за один у нас в клубе. Она спросила, как дела, и попросила скинуть музыку возле шнеза. Мужчина вообще ведет себя с вами довольно честно. Что лично я рассматриваю как, знаете, довольно хороший такой позитивный факт. Потому что честность это хорошо всегда. Я не поняла, зачем мне это рассказал, и, вспомнив его слова о других девочках, обиделась. Ну вот, понимаете, какая история, да? Обида – это чувство рэкетта. Обида – это определенные ожидания. Определенные ожидания, потому что чего-то хочу я, но ожидания как бы от другого человека. Вот. Что порождает, конечно, серьезные трудности. Из-за этого. Из-за этого. По этой причине. Поэтому тут как бы тоже надо бы внимательно изучить, да, вот, на что именно вы обижаетесь, как бы конкретно, да, как часто вы обижаетесь. Вот. И, соответственно, значит, что за этим стоит, да, за обидами вашими, конкретно. Потому что обида – это проблема ваша, да. Вот. Он мне успокоил и сказал, что я ни о ком, что ни о ком не думает, и мы помирились. Помирились. А, ну, то есть, здесь, смотрите, какая история. Вот, он вас обидел, да? Да, то есть, вы обиделись, вы обиделись. Как бы. Вам, вот, что означает обида? Да, что означает обида? Обида, по сути, означает, что вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. Обида означает, что вы чувствуете себя уязвлённым. Вот. Обида означает, что вы чувствуете себя неуверенно, ну, неуверенно, а, неуверенно в себе. Вот. То есть, тут вам нужно было, ну, по-хорошему, вам нужно было бы, а, что сделать? Вам нужно было так, ага, я неуверенно в себе, я к нему слишком привязался. Так, нужно что-то сделать. Вот. Ну, для того, чтобы это исправить, да. А, так, он меня успокоил, сказал, что ни о ком не думает, и мы помирились. То есть, опять же, вот, вы просто взяли, да, и помирились, так сказать, приняв его слова о том, что он ни о ком не думает. Вот. То есть, вас это вот, ага, как бы, ну, просто устроило, что он ни о ком не думает. Ну, то есть, вы приняли его позицию. Вот. А то, что мужчина, как бы, может быть, неспроста все это говорит, это вы, значит, ну, оставили за кадром. Вот. Потому что, опять же, так было удобно вам. Так, на следующий день я написал, что забуду в своей голове, причиняет мне боль, и чувствует себя нехорошим человеком из-за этого. Хотя я вообще этого не чувствовал. Здесь, опять же, у вас идет акцент на себе. То есть, мужчина говорит не о вас, мужчина говорит на самом деле, мужчина говорит о себе. Вот. Это то, что нужно понимать. мужчина говорит о себе, он не говорит о вас. То есть, мужчина сомневается в том, хочет ли он, знаете, быть с вами. Вот. Как это происходит. Ну, а вы, соответственно, отказываетесь его услышать, потому что вам, понятное дело, неприятно, странно и так далее. И вы говорите про себя, что я ничего не чувствовал. Он чувствовал. Это главное. Дальше идем. Так. Ну, значит, снова сказал обращать внимание на других девочек, что перегорел ко мне. Ну, влюбленность прошла. На мои слова, что мне без него плохо, сказал, что не чувствует того же, что ему просто не хочется. Ну, вот вы считаете это нормальным, что вы говорите мужчине о том, что вам без него плохо? То есть, вы считаете, вот, подобную позицию в порядке вещей для себя? То есть, вы считаете, что мужчина, вы считаете, что мужчина должен нести ответственность за то, что вам без него плохо? Вы считаете, что это его проблема? Дальше. Я знаю, где вела себя не так и готова все сделать для отношений. Ну, вот это, на самом деле, и плохая новость, потому что отношения строят двое людей. Не только вы. Одна. Отношения строят. И ситуация заключается в том, на самом деле, ситуация заключается в том, что если мужчина не хочет строить отношения, его никак не заставишь. И не нужно никого заставлять, да? То, что вы готовы все сделать в отношениях, по факту, по факту, звучит так, что вы готовы растворяться в отношениях. Потому что так нужно вам. Но растворяясь в отношениях, вы вряд ли становитесь интереснее. Растворяясь в отношениях, вы вряд ли становитесь интересным партнером в этих самых отношениях. Понимаете? Вот. Кроме того, если вы вели себя как-то, то это было естественно. Ну, то есть, вы вели себя так, потому что это было для вас естественно, для вас это было нормально. И, соответственно, меняя себя вы, по сути дел, будете себя подавлять. А это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Дальше, скажите, есть ли шанс его вернуть или что он вернется? Для чего вам это, Екатерина? То есть, вот, в буквальном смысле этого слова. Зачем вам, чтобы он вернулся? Вот. Что вам это да? Дальше, если да, то как это можно сделать, чтобы в итоге не стало хуже? То есть, непонятно, что именно, что именно в итоге не стало хуже, да? То есть, что именно вы имеете в виду? Понятно, если честно, не совсем. Вот. Но, если вы хотите его вернуть, то самым лучшим способом для этого будет действительно оставить его в покое и просто общаться с ним, как бы, ну, на уровне комфортном для него, да? То есть, не давить на него ничего, не требовать. Вот. И вполне вероятно, что мужчина вновь увидит вас, с другим вы были и за кем он ухаживал. То есть, по сути, задача для вас, по сути, заключается в том, чтобы вспомнить, какой вы были. Вот. Вот. И вспомнив, какой вы были, быть ей, потому что именно та вы ранее понравились мужчине. Вот. Только это должно быть все-таки более, ну, скажем так, более устойчиво, более устойчиво по отношению к реальность. Вот. Вот. А не так, что, знаете, это, вот, меняется считывание каждый день. Да. И это не должно быть удовлетворением ваших собственных потребностей через мужчину. Опять же. В целом, я думаю, что вы боитесь одиночества. В целом, я думаю, что вы боитесь остаться одна. В целом, я думаю, что у вас есть проблемы с самооценкой. Вот. В целом, я думаю, что у вас есть элементы созависимости. То есть, в отношениях вы занимаете роль такой ведомой, да, проигравшей. И, соответственно, роль той, кто ниже, что неприемлемо для отношений. Вот. Ну, потому что отношения так не строят. Соответственно, подача из себя с поведением в отношениях. Совсем этим можно и нужно работать с этим. Можно и нужно подкорректировать так, чтобы вам самой было легче и проще. Вот. В этом я могу вам помочь. Впрочем, не только я, но и мои коллеги. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Я надеюсь, что вы выберете правильное, хорошее решение для, вот, собственно, этой ситуации. И в итоге будете счастливы. Всего вам самого доброго и удачи.